Всем приветики! С вами Елена Вивас из Аргентины и мое большое путешествие по стране продолжается. Сегодня мы увидим самые красивые пейзажи с севера Аргентины и даже не побоюсь этого громкого слова сказать, что это самые красивые пейзажи Аргентины, поэтому смотрите видео до конца, а я пока вам расскажу, что происходило со мной после предыдущего видео. Предыдущее видео, кто не видел, посмотрите, я рассказывала об очень красивом небольшом колониальном городке Сантьяго-де-Эстера. И сегодня мы уже путешествуем по провинции Токуман. Вчера вот это вот расстояние между Сантьяго-де-Эстера и Токуманом были похожим на путешествие в духовке, потому что за бортом было 45 градусов, наш кондиционер в машине с трудом справлялся, и уже к Токуману вечером подъехала я как вареная селедка какая-то. Была вообще не в состоянии, ни в каком состоянии стояния, но все равно я приметила разницу на дороге, да, когда едешь по провинции Сантьяго-де-Эстера, как я уже в вчерашнем видео рассказывала, это одна из самых бедных провинций Аргентины. Но я думаю, это прежде всего связано с тем, что большая часть земель там непригодны для земледелия, поскольку покрыты коркой соли, да, но при этом сам городок был очень красивый. Вот, как только мы пересекли границу с провинцией Токуман, я сразу обратила внимание на то, что обрабатываются хорошо все поля, очень много тракторов на дорогах. Ох, начинает нас трясти. Мы съехали сейчас с национальной дороги, и путешествие у нас сейчас идет по провинциальной дороге. Она такая, не очень уже хороший асфальт. Так вот, вчера, когда мы только пересекли границу между провинцией Сантьяго-де-Эстера и провинцией Токуман, кстати, там есть официальная граница, происходит санитарный контроль, да, у вас спрашивают, не везете ли вы с собой какие-то фрукты, самое главное, цитрусовые, поскольку провинция Токуман – это основная провинция в Аргентине по выращиванию цитрусовых, вот, и поэтому санитарный контроль за тем, чтобы вы не завезли какую-либо заразу на своих апельсинах и лимонах. Очень бросается в глаза то, что в Токумане все-таки люди-труженики, да, везде обрабатываются земли, вдоль дороги постоянно какие-то большие дома с большими земельными участками, такие свои маленькие, небольшие ранчо-фермы, как угодно их можно назвать, но видно, что люди здесь трудятся, чтобы выживать. Что касается погоды, Токуман уже находится на параллели тропика Козерога, да, это место, где солнце может быть в зените, и несмотря на то, что еще до дня зимнего солнцестояния далеко, сколько еще осталось? Два месяца, но при этом уже жара здесь тропическая. Как я сказала, вчера, пока закончилась наша дорога и доехали до Токумана, это было что-то невероятное, уже давно для меня забытое состояние, вот этой полностью выжать, да, этой жарой зашли охладиться в торговый центр, а в нем не работают кондиционеры, но мы быстренько определились с отелем, это у нас не запланированное путешествие, поэтому отели заранее мы не планируем, а на ходу, смотря по обстоятельствам, куда мы доехали, там мы уже и в этом городе выбираем отели, потому что у нас нет особого плана, просто я хотела увидеть провинцию Токуман, в которой мы сегодня и путешествуем, и где мы увидим самые красивые пейзажи нашего путешествия, и я хотела увидеть провинцию Кукуй, куда мы и отправимся в ближайшие дни. Так что оставайтесь на связи, а я вам начну показывать дорогу, и потом мы увидим, приедем в какое-то очень красивое место. Прежде чем подняться в горы, сначала мы проезжаем через Токуманскую сельву, на деревьях очень много паразитов селится, красота просто невероятная, вот она, настоящая экзотика началась. Вот сделали небольшую остановочку, потому что вот она, живая природа. Любая туристическая остановка сопровождается маленьким рыночком. И вот уже пошел местный токуманский колорит. Какие огромные валуны на берегу реки. Первозданная природа. Речка журчит вдалеке. Все прям как у нас на Кавказе. А это то, что больше всего привлекает мое внимание, особенно здесь, в сельве. Посмотрите, невероятное количество различных паразитов на деревьях. Все как в жизни. Различные пхи, лишайники, бромелевые. Все хотят жить. Ну вот, приобрела себе сомбреро. Можно теперь двигаться дальше, в сторону пустыни. Поддерживаем местного производителя. Такие вот придорожные кафешечки. Главное тут не отравиться. Готовят тут же на газовом балоне. Ух ты, какие лепешки. Я же говорю, все как на Кавказе. Эмпанады, альфа-хоресы, персики. Ну, какую-то хню готовят прям тут же на огне. Привет, Россия 90-х. А вот, что я нашла еще более интересная экзотика. Смотрите. А вот это я бы попробовала, что это здесь. Вот она, настоящая жизнь. А не ваши там полермо. Вот тут мы нашли какой-то пастель на ваших женихов. Это пастель с мясом, это я должна попробовать. Это традиция здесь. Реклама. Вот так вот это все готовится. Мухи ходят пешком по тесту. Это вот такой хлеб из тыквы. И есть хлеб вот этот вот со шкварочками. Я его пробовать не буду, хочу жить. Так, ну что, пробуем вот этот вот местный токуманский десерт. А потому что десерт с мясом, мясо с изюмом и всякой другой шнедью. Ну, не знаю, останусь ли я живой. Сладкое мясо это что-то пока непонятное для моего мозга. Но это же Аргентина. Здесь даже десерт с мясом. В общем, есть можно. Если вы увидите это видео до конца, значит, я выжила от придорожной пищи. В токуманской сельве созревает шелковица. Посмотрите, сколько ее здесь. И вот она уже поспела. Ну, все, как у меня дома на Кубани. Большая часть сегодняшнего путешествия пройдет по долине Тафи-дель-Вальи, которая расположена в одноименном департаменте провинции Токуман. И, как я уже говорила, наша поездка начинается через Токуманский юнгас. Слева от дороги находится река, а справа то и дело встречаются скалы. Большая часть дороги это серпантин. Посмотрите, практически нет и 100 метров прямой дороги. Один крутой поворот сменяет другой крутой поворот. Все, как я люблю. Следующая наша остановка на смотровой площадке Эль Индио, на которой расположена 6-метровая скульптура посланников империи инков. А с самой смотровой площадки открываются потрясающие виды. И в первую очередь на вот этот вот самый серпантин, по которому мы только что поднимались. Только посмотрев на него сверху, поднимаешь всю катастрофу происходящего. И на заднем плане непроходимые джунгли. И погнали дальше в окружении помпасской травки. И снова новые встречи на дорогах. Очень резко закончилась сельва, и начались пейзажи аргентинских прерий с очень скудной травянистой растительностью. Такие изменения экосистем буквально за считанные минуты просто впечатляют. И чем дальше мы движемся на запад и выше поднимаемся в Анды, тем более засушливыми становятся окружающие нас пейзажи. Ведь это высокогорье, и здесь в год может выпадать менее 100 миллилитров осадков. Пустыня, среди которой мы нашли вот такое вот потрясающее огромное озеро. То, что меньше всего ожидаешь, когда путешествуешь по столь пустынным пейзажам. И пора уже выбрать себе ресторанчик, чтобы подкрепиться. Выглядит неплохо. Выглядит неплохо. Думаю, вот здесь мы и остановимся на обед. И вот мы поднялись уже в Анды, а зашли тут в ресторанчик, чтобы попробовать местной кухни. Это, конечно же, локро, национальное блюдо Аргентины, которое состоит из множества сортов мяса и кукурузы. И еще одно плата, оно называется умита. И это уже толченая кукуруза и всякие разные овощи. И там лук есть, и перец сладкий, и много-много всякого остального. Так что сегодня у нас проба местной кухни. Вчера, кстати, сумита ела вечером пирожки. Мне понравилось. Для тех, кто любит кукурузу и супчики пюре, самое то. Ну и, конечно же, кувшин лимонада. Куда уже без него. А на десерт у меня сыр с мармеладом из тыквы и грецкими орехами. И вот еще блинчики с вареной сгущенкой. Как же без сгущенки вареной-то в Аргентине. Плотненько подкрепившись, можно и дальше отправляться в путь. Ванды дальше, на запад. Долина Таффи-дель-Валье – это большой геологический разлом, который сложен рыхлыми лесовыми осадочными породами четвертичного периода. И в силу местного засушливого климата и высокогорья, почвы здесь достаточно бедные, на которых растут редкие травянистые растения. Но какие при этом формируются космические пейзажи? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, мы поднялись на высоту больше, чем 3000 метров над уровнем моря. Это уже самая-самая экзотическая глубинка Аргентины. И посмотрите, кого я здесь встретила! Да-да, этот пушистый хвостик и есть самая настоящая лама. И ламы – это самая ожидаемая встреча в высокогорьях Ант. Почему? Ну, потому что ламы всегда играли важную роль в жизни антских народов. Они были одомашнены местными жителями более 4000 лет назад. Их использовали для всех отраслей ведения хозяйства. И как вьючных животных, потому что на ламу можно нагрузить больше 20-30 килограмм, и с таким весом лама может идти более 20 километров. Из их жира делали свечи, навоз использовали в качестве топлива, шкуры и мех для производства одежды. А мясо лам всегда было основным в рационе народов высокогории Ант. Но, кстати, ели только мясо самцов. Самок никогда не забивали. Они были необходимы для производства. Посмотрите, ну какая же няшка! И сколько на ней полезной шерсти! Самое главное, близко не подходить, чтобы в глаз не плюнуло. Продолжение следует... И продолжая дальше двигаться, Мы попадаем на территорию проживания доисторического народа Кильмис, который заселял Субандийские долины на территории современной провинции Токуман на северо-западе Аргентины. Кильмис – это народ, который яростно сопротивлялся экспансии инков в 15 веке и выдержал атаки испанских конкистадоров в течение 130 лет вплоть до окончательного поражения в 1667 году. Последних двух тысяч выживших семей Кильмис испанцы переселили в резервации к 20 километрам к юго-востоку от Буэнос-Айрес, заставив пройти их пешком почти полторы тысячи километров. Причем по дороге многие сотни из них погибли. Часовня Сан-Антонио. Какие отсюда пейзажи. Просто что-то невероятное. Заглянула с помощью камеры. Смотрите, и свечки там горят внутри. Все украшено. Долина Таффи-дель-Валье является достаточно активной сейсмической зоной. Каждые 30 лет здесь происходят сильные землетрясения. И самым катастрофичным было землетрясение 1861 года, которое унесло 12 тысяч жизней. Оно стало важной вехой в истории аргентинских сейсмических событий, поскольку оно было самым сильным из всех зарегистрированных и задокументированных на территории Аргентины. И чем засушливее климат, тем чаще начинают встречаться кактусы. Особенно поражают вот эти вот огромнейшие кактусы, которые называются кордон и которые играют очень важную роль в жизни местных жителей, поскольку их используют и для строительства домов, для изготовления мебели и много-много чего необходимого в хозяйстве. У них очень толстая и красивая древесина. Субтитры создавал DimaTorzok Этому огромнейшему экземпляру, согласно табличке внизу, 180 лет. Огромнейшее дерево. И посмотрите, какие у него корни, вот это корень от этого кактуса, которые расползлись от него во все стороны. По дороге постоянно встречаются вот такие вот небольшие поселения. Местные жители здесь в основном занимаются сельским хозяйством, разводят животных и собирают стволы сухих кактусов, из которых делают поделки и продают их туристам. И вот день подходит к концу. Мы уже выехали из провинции Токуман. Провинция Токуман, в которую я так сильно стремилась, меня поразило намного больше. Ожидание... Заносит нас на горках. Увиденное превзошло все ожидания. Я в полном восторге от Токумана, от всех таких пейзажей, которые видели. Хотелось останавливаться через каждые 100 метров, а еще лучше, конечно, пройти бы это все пешком, но невозможно, поскольку это сотни километров мы сегодня проехали. Мы постарались остановиться в самых интересных местах, чтобы сделать некоторые зарисовки, чтобы вы имели для себя представление, что это такое. Вот. И сейчас мы уже в провинции Сальто. У меня со всех сторон виноградники, поскольку Сальто это прежде всего знаменитые вина Аргентины. Скажу честно, заезжать мы на винодельни в этом путешествии не будем, потому что, ну, как бы я в Испании столько насмотрелась, что сейчас не хочется терять время, поскольку мое это путешествие ограничено временем из-за некоторых мероприятий, когда я должна вернуться вовремя домой. Вот. Поэтому оставайтесь. Будет еще намного интереснее, чем посещение просто виноделин. Следующее мое видео будет о провинции Сальто. И самое интересное, я думаю, еще впереди. Поэтому, чтобы не пропустить, вон там, вот внизу подписывайтесь на мой канал. Упс! Тут такие специальные канавки для отвода воды, и в них как на горках прыгаешь. Вот. Кто еще не подписался на мой канал, там подписывайтесь, потому что самое интересное еще впереди. Не забывайте поставить лайк, вам не трудно, мне приятно. И оставьте комментарий, понравилось ли вам мое видео, и какие регионы Аргентины вы хотели бы посетить вместе со мной. Всем пока-пока! С вами была ваша Елена Вивас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok